Всем приветик! Я тут готовлю ужин. Сейчас покажу, что у меня сегодня на ужин. Курочка жарится, потом это у меня фасоль с чесночком, вот такие рулетики. Я сегодня надела, у меня сегодня в ударе на готовку, поэтому решила вам снять с колбаской, с сыром, с майонезом, короче, лаваше. Вот, и я сейчас буду делать еще домашний йогурт питьевой. Ну, вы знаете, я надела вот таких йогуртов, это уже вторая порция, которую я сделала. Первую уже съели, сейчас сюда выливаю, беру еще ягоды, это из деревни, которые нам прислали. Сюда тоже песочку и будет коктейль вкусный молочный. Так, а может даже не придется ложить сахар, потому что малинку я попробовала. Ну, это малина, да, перемолотая, а она уже перемолотая с сахаром. Так что, может быть, даже хватит. Сейчас сюда мы все положим и блендером погружным собьем вкуснятину. Так, ну все, готово коктейль. Пролила, правда, немножко. Ой, сейчас Лера из школы придет и будет вкусняшки есть. Дэнди, ты где? Вот! И туда гулять собираешься. Такое чудное. Ну-ка, опусти его, он просто его боится, он не понял. Дэнди, он не видит, видишь? Дэнди! Ой, какой хороший котик! Ой, какой хороший котик! Ой, какой хороший котик! Ой, какой хороший котик! Смотри, он не видит ничего. Ну ты голову подними, дурак! Все, пошел кота мучить. Ладно, мы в магазин собираемся и в собачку прогуляться. У него уже все вещи, у него столько вещей, а у него уже половина маленькие ему. У него вещей больше, чем у меня. Да, и вот вон сколько, гора. И мы хотим сейчас, Лера разберет, какие продадим, может быть. Для щенков в основном уже чухуашек. Кепки вот эти, Настя, покупала. Зачем, как будто он их носить будет. Для прикола. Для прикола, да, купила. Вот эта классная штучка, блин, с ушками. Я не знаю, она вообще его одевала? Да, я одевала очень много. А, ну вот сейчас маленькая тоже стала классная. Вот, может, их надо только постирать будет и продать. А ему купить что-нибудь новенькое за эти деньги, красивенькое. Как у меня все. Как у тебя. Дэнди, ты слишком толстый. Впрочем, Дэнди перестал нас метить. Мы же его кастрировали. Он мог бы вот так вот подушки, мы не могли им переположить раньше. Он сразу их мог пометить, если мы из комнаты выйдем. Там или что-то еще, там ботинки поставить. А сейчас мы уже смотрим. Ну, если даже метить, но очень-очень стало редко. В основном перестал уже. Вот. Ладно, пошли. А мы идем в первую очередь в Элберис. Сейчас заказик один забрать. Хотя сегодня только второе число. Но я уже девчонкам сделала подарочки. Заказала на 8 марта. И Лера сейчас гадает, что же я заказала. Как ты думаешь, Лев, что? Она мне уже выпутала, какой цвет я ей уже сказала. Что это одежда. Что на ней нарисован даже, что Микки Маус. Я сама угадала. Да, она сама отгадала. Она говорит, что это носки. Ну, не, наверное, носки. Мы же их не только летом можем носить. А, я же ей сказала, что только летом можете носить. Ну, когда тепло можете носить. Вот. Так что вот она думает, ну что же это? Ну, сейчас я отдам. Я уже сказала, ладно, отдам сразу. Второго не буду. Я 8 марта ждать. Мучить ее. Как с дневрождением. А ты мне еще рассказала? Сейчас рассказала. Нет, ну, если бы я тебе не дарила, я бы не рассказывала. Я так тебя помучить. А я вон коробку взяла от пылесоса. Сейчас выкину тебе сразу. Идем. Вот у нас Валберис тут открылся. Если кто не знает, кто рядышком живет. Это вот где белорусский магазин. Смотрите. Вот наш дом. Да. Вот наш дом. Вон там желтенький. А вот Валберис. Все. Лера сейчас здесь останется. Я пойду схожу, чтобы ей сюрприз был. Выйду, покажу ее ему. Спустимся. Пойдем. Пложила в пакетик, чтобы она не увидела. Она уже быстро подсматривает собаку. Что же это? Что же это? Что же это? Что мое из этого? Ну как ты думаешь, что это сначала? Давай подальше отойдем. Начну с футболкой. Не знаю. Футболка. Футболка? Да. За такие цены. Ну я цены говорить не буду. Дорогие футболки. Сразу говорю дорогие. Твоя вот эта. Это Настина. Вот такой там Микки Маус. И такой. Только нести это. Не хочу. Нести теперь. А дома покажем. Померим. Размеры там были непонятные. Поэтому дом померим. Спасибо. Сейчас же Микки Маус модно. Почему они модно? Модно Микки Маус. Я же тиктоки смотрю не то чтобы приколы смотреть. А смотрю там всяких модных девочек. Которые носят такие футболки с Микки Маусами. Погода у нас вообще классная. Даже не кажется, что где-то там война идет. Но вообще супер. Вот. Я сегодня начала смотреть сериал. Специально. Потому что. Постоянно в этих новостях сидишь. И одни нервы только. Думала нет. Я сейчас буду. Вот какой-то сериал начну смотреть. Чтобы меньше нервничать. И переживать. Вот. А Лера думала, что у нее два дня. Сейчас и выходные. А у них же суббота рабочий день получается. Восьмого марта. Они там три дня будут отдыхать. Все тает лужи. На улице вообще красота. Теплота. Но снег еще есть. Так. У нас все ходят без маски. Не знаю. Сейчас в Элберри зашла. Никто ничего не сказал. Хотя женщина сидела в маске. Продавец. Но ничего не сказал. Сейчас пойду попробую без маски. В Дикси пустят. Интересно. Лера, давай сумку его клади. Я вышла сейчас из магазина. Достаю камеру. Она у меня снимала всю дорогу в кармане. В магазине. Покажи жвачки-то. И закрылась. Жвачки. Да. Лера себе жвачки напокупала. Вот. А я напокупала целую сумку продуктов на тысячу рублей. Покажи что можно на тысячу рублей купить в Москве в Дикси. Это она на свои карманы уже купила. Жвачки. Я думала это холодок. Она говорит такие новые жвачки вышли. Ну да. Жвачки. Вкусные? Да мятные. Да какую? Арбузь. Все. А еще она меня раскрутила на манго. Мне хочется сказать авокадо. Ааа. Короче. Там крутая косточка волосатая. Из-за этого я ее не хочу. Посадить что ли? Нет. А зачем тебе косточка? Короче не знаю. А если я сказала она меня так просила его купить. Я сказала что она невкусная. Больше я не знаю куда тебя забегают. Так. Ну и что? Потратила я 972 рубля. Ну тысяча скажем так как рублей. Что я купила? Где-то полкило винограда. Ну типа кишмишек такое. Три чесночка. Десятки яиц. Манго. Которую Лера бы просила. Не знаю что с ней делать. Сейчас попробую. Дальше. Фасоль была по распродаже. Взяла. Ну такой маленький пакетик. Небольшой. Лера чипсы взяла. Курочка. Где-то на килограмма на два. Два хлебушка. Взяла потому что шпроты. Будут делать шпроты. Бутерброды наши любимые. Флоринка черного. И где-то килограмм 800 лука. Лук хороший был. Поэтому взяла побольше. Все. Тысячи нет. Это в основном. Вот если сготовить на один день. И то наверное не хватит. Если для семьи. Курочки приготовить. Мясо. На гарнир например сделать. Лук. Шпроты приготовить. Бутербродики. И фруктов поесть. Все. И на завтрак яйца. Все. Можно сказать на один день семья покушает. Конечно. Мы экономим. Поменьше у нас выходит. Ну вот так вот. В принципе. Ничего особенного. Ну это конечно. Ценный кошмар. А сейчас. Я вам покажу. Леру. Лерину примерку. Покажем футболочки. Все. Убираем. А я еще сегодня сделала салатик. Который видела на канале. Ирина Влог. Да? Ира. Как твой канал называется? Я не помню. Или Ирина Лайф. Влог. Что-то такое. С капустой. Китайской. И с копченой курочкой. И с помидорками. Вкусный салат. Лера. Пробуй. Ну что. Вкусно? Лере понравилось. Ну вкусно. Я вообще люблю салаты с копченой курицей. Я какие не пробовала. Всегда вкусные получаются. Его надо внести в мое меню. Теперь. Да? Лера говорит. Большая какая-то. Но там была без размера. Не было размера. Ну сейчас модно оверсайз же. Давай сейчас померяй. Так. Ну вот такая. Она ей широкая. В принципе. Я ей говорю. Можно и в школу ходить. Лапа блестит. Вот. А Настя. Ну потом покажу. Она. Не знаю. Или померит. Или просто откроет. Уже сама пускай распакует. У Насти из магазина твое. Футболка. А вот у Леры. Я не знаю. Из какого магазина. Не. Ну ты вот так вытащи ее. Прям не совсем. Ты сейчас в чем заправ. Штаны как у пожарника. Ей нужно в руки купить. Да красиво. Она говорит так модно. Короткие. Она вытянулась вообще. А сейчас попали даже выше меня уже. За этот год ты так вытянулась. Ты вот так вытащи. Я вытащу. Я вытащу. А то мотки масла не видно. Вытащи. Да вытащи. И штаны опусти. Немножко. Ну а пиджак если одеть. Давай. Примерку сделаем. Просто я видела. Девчонку одну смотрю. Мне нравится. Ну такая же конечно она там. Тетенька уже тридцатилетняя. Вы видите где она была? В каком месте она была? Ну давай давай. Не подросток. И вот она мне нравится как она одевается. Это она тоже в пиджаке. Правда она в джинсах ходит. И в такой футболке. А не в брюках. И с пиджаком тоже. Да блин не надо туда запихивать. Как Клава. Ты куда ты меня отрыл? Ты щелкал как будто солстая. Вот прикольно. Только конечно в джинсах было получше. Смотрелось. А не с брюками. Что ты сделала сейчас так? Вообще вытащишь? Нет. Еще хуже. Нет. Ну так тоже ничего. Прикольно в принципе. Ну поверни сюда на свет. Ну как? Ну нормально только в школу то вам. С Вики Маусом можно? Ничего не скажут? В чем хотят то его ходят? Уже да. А в джинсы ходят? Почти там все ходят. Может джинсами померяешь? Да померяем. Найдем. Уже джинс нету. У нее нет джинс. Вот посмотрите. Вот. У нее нечего носить совершенно. Она влезла в одни штаны и все. Опра говорит джинс у нее нет. Вот и джинсы нашлись. Ходит. Как лосины какие-то, а не джинсы. Ну заправь попробуй. Ну так не сильно, немножко заправь. Да не на низкой талии. Бо, я их там люблю сегодня. А, низкой талии не любишь. Нормально. Зато смотрится красиво. Да не красиво если не скатали. Ну это пиджак. Померь с пиджаком. Вам моду сегодня. Сегодня моду показываем. Нет. Мне не нравятся эти ужасные джинсы. Ну сейчас посмотрим. Все. Она втюрилась вот в эти брюки. Она их вот целый год носит. Каждый день. У нее есть и брюки и джинсы. И все. Вот она впялилась в них и не снимает. Потому что это единственное нормальное штаны. У тебя знаешь вот эта футболка почему подходит? Потому что видишь тут на пиджаке такого же цвета полоски. И поэтому она подходит к этому. Пиджаку к этому. Повернись сюда. Ну классные. Джинсы мне классно вообще. Мне нравится. Мне не нравятся эти джинсы. Все. Ну поверни. Как они еще узкие, как ритузы какие-то. Все привыкла в широких шароварах ходить. Прикольно. У тебя фигурка такая классная. Теперь нам сейчас узкие джинсы вообще на тебя классно. А ты в этих шароварах напялила себе? Лера тут разобрала. Вещички кстати какие прикольные. И джинсики. И как бы штанишки с рубашкой. Все это маленькое. Зимненькое. Это все для щенка получается. Для щенка мини чеон хуа. Мини че хуа хуа. Есть такой костюмчик с этими. Ну джинсовый. Такой прикольный я вам показывала. Вот. Сейчас вот это все продадим. Ну посмотрим за сколько. Ну так 150 рублей. Это в основном все с Алиэкспресс. Вот эти конечно кепки Лера купила. Ой Настя. Это я передумала отдавать. И вот это. Ну это просто страшное мятое. А я че передумала? Или она не маленькая? Нормальная? Вот это и вот это нормальная. Остальное все маленькое просто. Так ну давайте сейчас мы это все выложим на Авито. Попробовали манго. Вкусный прям сладкий. Нормальный. А зачем тебе косточка то это? Первый до зимы. Ну что то он был по скидке. У нас вышел что то рублей 60 наверное 50. Что то я даже не смотрела чек выкинула. Хорошая скидка была еще на него. Так ну что сижу я. Читаю опять новости. Сейчас заходила в инстаграм. Я раз что то заглючила. Потом перезагрузила. Короче удалила. Заново загрузила. Все нормально работает. Читая новости наконец-то добрались до Ютуба. Пишут что Роском Свобода сообщила о начале блокировки Ютуба в России. Так что хочу просто предупредить. Не знаю когда это выйдет в видео. Может она вообще уже здесь не выйдет на Ютубе. Но все равно на всякий случай скажу. Может он еще будет работать. Что если Ютуб заблокирует. Или что то с ним случится. То я скорее всего перейду наверное куда нибудь в другое место. У нас есть еще Яндекс Зен. И Яндекс Зен. И Рутуб. Рутуб какой то. Это что то новое. Какая то платформа. Которая вообще только начинается. Там ничего нету. Вот. То я буду там под этим же названием. Скорее всего буду там. Чтобы вы меня все нашли. Самое обидное. Что я уже почти год. Коплю эти копейки. Вот почти за год. В апреле будет год. Как у меня монтизирован канал. У меня накапало там. Что то около 70-75 долларов. Что то такое. А я их не могу вывести. Там вывести можно только 100 долларов. И если я не успею их вывести. Будет обидно. Что я 100. Эти 75 долларов копила. 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 И даже не смогла вывести. Все заблокируют. И если даже разблокируют. Я надеюсь. Что это все сохранится. Ой. Ну надеюсь до Ютуба хоть не дойдут. Вот. Конечно. Кто на Ютубе сейчас работает. Да. Получает деньги. Потому что многие блогеры живут на этот Ютуб. Они не работают. Вот. Тогда вот им да. Будет тяжело искать работу. Придется заново. Все. Вот. У меня в принципе на Ютубе конечно не зарабатываю. Говорю. Ни одной еще зарплаты не получила. Но вот. Будет обидно эти потерять. За год. Который я накопила. Вот. Ну ладно. Что будет и будет. На все воля Божья. Мы только можем попросить что то. А уж Бог распоряжается. Как и что делать. Так. Я в это верю. Ну что. Я этим новостям вообще. Ну вот как можно верить этим новостям. Вот я сейчас. Ну вот я читаю. Ну там один канал в телеграме. Теперь. Дальше листаю ленту. Пишут уже. Решение о блокировке на территории России Ютуба не принималось. Сообщили РТ в Роскомнадзоре. Вот. То принималось, то не принималось. Но все равно. Запомните. Два канала. Два сайта есть. Похожие на Ютубы. Это Яндекс.Зен и РУТУП. Вот. В одном из них. А может сразу в двух. На всякий случай я зарегистрируюсь. И буду там видосики кидать. У нас некоторые девчонки уже блогеры. Уже конечно многие. Большинство уже переходят туда. Но я еще пока жду радостной новости мира над головой. У нас уже утречка следующего дня. И я хочу вам изобретение моего мужа в этот раз показать. Я когда вчера из ванны вышла, я ржала не могу. Опа. Короче он постирал носки. Но он куртку вчера. Куртку вчера свою стирал. И закинул туда все носки. Которые были. И вешать ему некуда их было развесить. Видите. В дырочки напихался. Вот. Видите. Так что держите. Кто не знает как носки сушить. Какова красота у нас теперь дома. И в зале между прочим то же самое. Так. И напоследок я хочу показать Настину футболку. Она ее вчера померила. Прикольно. Она получается точно оверсайзель. Как там говорится. Потому что она широкая и короткая. Ну наносить все прикольно. Мне нравится. Не знаю. Правда честно будет она ее носить на улице. Надеюсь будет. Надеюсь летом ей понравится по крайней мере. Потому что она не привыкла. Она же привыкла в черном и в белом ходить. И все. Вот такие вот для нее. Табу. Это я любитель всякого такого. Вот. Ну прикольно. Так. Ну я хочу попрощаться на этом. Не буду себя показывать. Потому что ну время утра. Я еще даже не умытая, не одетая, помятая. А мне хочется уже видео закончить на этом. Вот. Окна между прочим грязные. Но скоро надо будет мыть. Вот. Вот. А вам спасибо что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь если хотите. Всем счастливо и мирного неба над головой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok